Взор второй части книги Иова. Разговору на земле, разговору Иова с друзьями. И как вы обратили внимание, то разговор как бы происходит в плоскости того, что люди сидят на одном месте. Возможно, вокруг Иова. Он сидит на попелище. Аилу окружили его друзья. И начинает, каждый доказывает свою позицию в отношении страданий. И по сути дела, все неправы, правда? Они не знают, что страдания приводят куда? К отцу в объятии. А не отталкивают от Бога. Поэтому мы не видим здесь чего-то особенного. Если бы я был режиссером, который создавал бы фильм Аилу, я не знал бы, как я мог бы представить этот сюжет. Ну ладно, первую часть бы я представил бы ярко. Разговор на небе, действия на земле. Одно. Второе. Яркие такие картины. Много крови. Плача, слез. В общем, то, что называется Голливуд. А вот как представить вот эту часть? Вот как бы вы ее представили бы? Когда просто идут философские разговоры. Правда, сложно? Я, наверное, тогда бы обратился бы к известной киностудии, он назывался когда-то, Ленфильм. Они любили такие фильмы ставить. Когда собираются, вот на месте сидят и разговаривают. Полфильма. Потом одно действие, потом опять разговаривают. Потом какое-то опять действие одно. Чем отличалось от других киностудий? Например, от одесской киностудии. Детская киностудия, там что-то как бы по пандополу. Начал. Бац-бац. И мимо. Помните, да? Совсем другое. Яркое, веселое. И я не помню много фильмов именно о детской киностудии, чтобы они были какие-то трагические печальные. Как правило, трагические печальные на киностудии и Ленфильм были. Не знаю, как сейчас. Но это не Голливуд. Голливуд отличается именно такими яркими сюжетами без особого глубокого смысла. Поэтому сложно представить себе именно картину этих разговоров. Поэтому, по сути дела, нас хотят заставить просто внимательно слушать и не двигаться. И вот эти разговоры, они помогают нам успокоиться, отбросить всю суету, движение и просто внимательно слушаться. Какова задача души под учителя? Одна из самых главных. Как вы думаете? В упокоении настроиться услышать других людей, наших подопительцев. Значит, никакой суеты не должно быть. Мы должны сесть, слушать, слушать, слушать и слушать. В чем заключается смысл, когда два человека, которые не поняли друг друга и обвиняют в чем-то, они приходят к третьему. Сказано, если согрешит против тебя брат твой, пойди примирись с ним. А нет, да, прости еще. То, что кто-то знал, кто-то о грехе. Может быть, знал, а может быть, не знал. Так, какая задача тогда этого третьего? Внимательно слушать две стороны и сделать свой вывод. И так ли? Называется третейский суд использовать. То есть, судья, посторонний, который не занимает ни одной из сторон, он просто смотрит. Поэтому и наша задача с вами стать кем? ни на одной стороне и ни на другой стороне. Мы должны с вами видеть линию. И нам уже дана подсказка. Какая подсказка нам дается, который не знает ни Ио, не знает его, друзья? Какая нам дана подсказка? В первой главе, да? И в второй главе. Какая подсказка? что в этом открывается откровение с неба. И это связано с тем, что Ио, не грешник. Он наоборот непорочный. Поэтому мы уже знаем подсказку. Нам легко оценивать одного и другого. И поэтому нам легче понимать ошибку, ошибающуюся, и возмущение, например, того самого Ио. Нам легко понимать. Пожалуйста. Давайте теперь следующий слайд. Итак, первая речь. Первая речь, которая показывает нам разговор поочередный. Сначала с одним другом, потом с другим другом, а потом с третьим другом. Итак, три речи. Следующий посмотрим с вами пункт. Итак, мы рассматриваем обмен речами. Четвертой по четвернадцатую главу. Посмотрите в главе, Ио начинает вопить и проклинать с один рождения. У него сильная подавленность. Почему сильная подавленность? Кто этому способствовал? Кто? Друзья. Когда они пришли и молчали, он увидел себя покойником в их глазах. Когда он был один, он легко переносил. Переносил легко. Первый удар, второй удар, третий удар. Но когда пришли друзья и в их глазах он увидел ужас, он воззывел. Поэтому не всегда нужно молчать. Не всегда нужно говорить. мы это более внимательно будем рассматривать, как развивается депрессионное состояние Иова. Мы будем рассматривать график, следят за стихом, видят, как нарастает это напряжение, как происходит выхлоп этого напряжения и как чайник выключается. Он перегрелся, надо его выключить, а иначе будет разрыв сердца или состояние, когда человек сходит с ума или бросается под поезд. Итак, сначала вступает в речь Ильфас. Я думаю, он самый старший, поэтому нет права сказать. Конечно, если мы с вами бы даже поняли смысл имени Ильфас, то он себя чувствует как бы представителем Бога, как посланником Всевышнего. Поэтому он чувствует себя и дает право сказать и начать речь. Его речь является результатом реакции на слова Иова. Ну, я хочу сказать, что мне немножечко легко оправдывать этого человека, потому что, наверное, если бы я слышал речь и вопли такого бы рядом находящего человека, что проклинается день рождения и хочет жить, то я бы точно некоторые вещи сказал бы подобно ему. Хотя он начинает вроде бы неплохо, но потом, видите, оказывается упрек. Сначала как бы он старается смягчить свое напряжение, внутреннее возмущение, а потом оно вырывается. Вырывается именно в упреки. Дальше он объясняет, почему он не согласен с Ио и начинает рассуждать о страданиях. Но мы знаем предпосылку, почему он все же неправильно реагирует на переживания Ио и на те слова, которые слышат. Он переживал особое видение, и он рассказывает об этом в своем свидетельстве, что однажды он не помнит, как это у Хасатани было, но это было какое-то время ночи, сна, непонятное состояние, но дух прошел над ним, так что волосы стали дыбом и прошептал. Бог не доверяет своим ангелам, чем падчетю людям. Смотрите, какое лжи откровение. Хотя знаем, что он даже сатане доверяет согласно первой голове и второй, правда? Иди, но только не трогай душу. Он знает, что он не тронет. Он знает, но пришло это ложное откровение. И мы знаем, от кого оно пришло? Да, от того же самого, который ходил по земле, однажды в Илефазе и решил ему дать это ложное свидетельство. Это еще было дострадание его, понятно. Поэтому, наверное, уже когда Илефаз услышал там, где он жил о страданиях Иоа, о том, что дети умерли, что он стал бедным, что он подумал? У него уже зародились эти мысли, что Иоа грешник. И поэтому дальше только все развивается, развивается, развивается. Но он уважает Иоа, он знает его с лучшей стороны, но то, что он помнит, затмевается этим ложным откровением, субъективным перезванием. И поэтому, что он светует Иоа, согласно своего ложного откровения, покается, да? И если он покается, тогда он говорит о благословениях Садая. Он говорит о том, что Бог хочет накормить его со своих грудей. И знаете, да, Садая, еврейское слово, означает грудь, материнская грудь, которая кормит. То есть, он готов быть матерью, но не отцом, вредимином. А чем отличается мать от отца? Чем отличается откровение Шадая от откровения Аба? Абы, то есть отца. Чем отличается откровение о Боге, как о матери, то есть имеющую материнскую грудь, то есть Шадая, тот, который дает в избытке благословения, от откровения Абы, то есть отце? Чем отличаются? Понятно, что они дополняют друг друга, они должны дополнять. Совершенно верно. Здорово. Воспитание и обеспечение. Это две стороны. С одной стороны это любовь, это обеспечение, да, а с другой стороны святость, это воспитание. Совершенно верно. И то, и то любовь, только любовь дающая, любовь воспитывающая. Совершенно верно. Поэтому, видите, не хватает откровения, не хватает для матери и отца, да, не хватает, не хватает. Он только знает учение, которое ему выгодно, учение о просветании, но не знает учение о воспитании. Поэтому он был и открыт к этому ложному влиянию духа. Он был открыт. Следующее, пожалуйста, давайте мы рассмотрим. Как же отвечает Ио, или Фазу? Ну, можно догадываться, да? Вот. Он сопротивляется, но дальше приходит отчаяние, он чувствует одиночество. он выпускает пар, который накопился, свое недовольство тем, как к нему обращаются. Он хочет доказать свою правоту, но потом что? Приходит отчаяние. Отчаяние. И это отчаяние выражается о том, что он одинокий, потому что разочаровывается в друзьях. Он ожидал от них понимания, но они не оправдали его надежду. По сути дела, он здесь судит. Он выступает в роли судьи. У него есть какое-то представление в основании так называемого треугольника, что вот друзья так должны поступать. Но они поступают по-другому, и поэтому что? Покатит по-одному. Он выступает как оценивающий их действия. Он судящий их. И дальше что? Вот здесь вот он останавливается. Он их не обвиняет, но он просит их. Он просит их. Он не исполняет людьми приговор. Он останавливается. Он доходит до вершины треугольника, но не хочет падать с него. Он все-таки верит своих друзей. Он же их знает. Ни один пуд соли съели вместе. И он верит, что это просто срыв, эмоциональный срыв. Это переживание, которое тоже переживает его близкий друг. И поэтому он дает возможность ему что? Пересмыслить все. поэтому он молится. Он стоит на коленях и говорит, ну пожалуйста, давайте по-новому посмотрим эту ситуацию. Он молит, да, просит это, но видит реакция совсем другая. Холодное противление, стена. И сюда приходит полная подавленность, плач о себе. Он плачет. он плачет, что оказывается, это не настоящие друзья, на которых можно было опору поставить. Может быть, он в свое время их и поднимал. Поднимал до уровня лидеров. Но когда он обнищал, они не приняли его в вечные обители. Помните, сказано было Христом, что приобретайте друзей богатством неправедным. Что когда придет тяжелое время, ваш вклад принесет отдачу. И вот тогда вы увидите, кто настоящий друг. Кого вы вкладывали? Давайте вспомним, например, кого вкладывал так называемый блудный сын. Кого он вкладывал? Друзья тоже вкладывал. Они ему помогли в тяжелое время, когда он обнищал? Нет, они его стали на произвол. Поэтому не в то вкладывали. Дальше. Богатый человек. который пиршествовал блистательно. Кого он вкладывал? Настоящего друга или вложных друзей? Что его друзья сделали для него? Что они могли только сделать для того богача, который пиршествовал блистательно вместе с ними? Что он сделал? Что они сделали? Только отнесли на кладбище . Правда? Красиво похоронили. А рядом был настоящий друг. Кто был настоящий друг? Вот тот нищий лазарь, да? Он был его настоящим другом. Он его не вкладывал. поэтому очень важно знать кого вкладывать. И вот здесь Ио как раз переживает этот опыт страдания. И наверное первый раз он усомнился в том, что он правильно влаживал, вкладывал в других и что он неправильно избрал себе друзей. Поэтому он плачет о себе. Он плачет о себе, что он сделал такую роковую ошибку, то они его не понимают. И поэтому что он делает теперь? Что остается теперь друзей нет? Да, все, вот и последний друг. Мы называем, что он все-таки считает его господом, уважительно, почтительно, но все-таки хочет друг друга. Он обращается к Богу. У меня нет заступника, у меня нет никого. помоги, выйти мне навстречу, помоги мне разобраться. Вот так заканчивается речь, которая является ответом для Элифаза. тогда вступается и на смену Элифаза приходит Билдад. И здесь уже чувствуется рука хозяина. Билдад указывает на слово Баал. Хозяин, да? Хозяин, он берет все под контроль. Он берет все под контроль. Что он делает? Он начинает давить. давить, как власть и меч, да? Вот такой великан, который давит. Он хочет массивно своими словами раздавить Иова. Поэтому он ставит свою позицию. Почему он это делает? Потому что у него тоже заложено ложное учение. Он базирует свое давление на учение о традиции. Наши отцы нам говорили. И поэтому я представитель этой школы. А эта школа учит. грешник. Но если покаешься, здесь надежда. Здесь надежда. Не все плохо в этой традиции. Но оно недоработанное. что-то убрано. Я не думаю, что отцы что-то не знали. Но что-то передали, а точнее приняли тех наставников следующего поколения, что-то неправильно поняли. Что-то не так восприняли. И поэтому уже пошло согласно этому устному преданию отклонение. Да, если оно было бы записано, то что напишешь, что не выработаешь топором. Но к сожалению, это было на словах. А слова можно по-разному интерпретировать и объяснять. И если мы с вами рассматривали историю создания или появления ересей в первой церкви, точнее уже это не первая церковь, а так называемое второе и третье столетие, то мы узнали с вами, что только потому, что решили из греческого языка перевести на латинский язык некоторые термины. Например, вместо природы сделали сущность. Видите, сразу чувствуется, да, сущность существительная такое, можно пощупать. Да, поэтому проходили тогда именно к естественному состоянию, чтобы все объяснить. а с другой стороны, лицо превратили в личность. И как бы разорвались отношения, и каждая личность теперь являлась самодостаточной, и занимающей позицию или вышестоящей, или нижестоящей. Начинается борьба. Вот таким образом появилось движение, которое привело к тому, что появилась так называемая властная церковь, латинская церковь, и так называемая другая противопоствующая ей церковь, которая говорила о предании. Мы правильные, мы правильно славящие, а вы неправильно славящие. Вы все испортили. Это та самая история. История перекрученного восприятия. Поэтому можно сказать, что просто обращение к традиции, она была уже извращена из-за того, что что-то не так понял кто-то, никто-то так не передал. Вот почему важно было записать письменное откровение Библии. Напиши, так было сказано Иву, Моисею, так было сказано другим, поэтому Павел писал, записывал, и поэтому все оно записывалось. Так есть и хорошее в этой традиции, есть плохое. Поэтому любая традиция мы должны сами оценивать на уровне писания. И мы с вами счастливы, потому что у нас канон есть основания, на которые мы можем сравнивать и говорить, да, это так, а это не так. Пожалуйста, давайте мы посмотрим, как ведет себя Иов, встречаясь такой властной речью, как говорится, прото-католика, так мы назовем, да? но я говорю не просто именно как в учении католика, а именно вот этой властности, такой личностной властности. Давайте мы посмотрим, как он реагирует на него, пожалуйста. Да. Итак, первый ответ Иова Билдаду. Иова делает очень хороший шаг. Если, например, Билдад, он давит со своей позиции, свое «я», это личность, он давит, и за собой да, имеет груз как бы старцев, да, вот это предание отцов, то на кого теперь делает ударение, кого приводит в противовес Билдаду Иов? Бога, да, говорит, вот власть настоящая, вот кто действительно имеет право давить. Он ссылается на могущество Бога. Вот. И поэтому он, конечно, что? дальше говорит о деспотичности. И здесь уже как бы противостояние как реакция на слова Билдада. И он далеко заходит. Он далеко уходит. Он переходит от могущества Бога к чему? К деспотичности Бога. А вы знаете, так всегда было в истории церкви, когда появлялась крайность на какое-то учение. То есть появлялась ересь и противложить ей создавалось другое движение, которое тоже было крайним. Крайнее в одном и в другом, а посередине было истинным. Да, Иов сильно перелетел. Он хорошо начал, но так как у него, помните, была подавленность и чувство одиночества, то он старается и, к сожалению, перестарается. К чему это привело? Посмотрите внимательно. Когда он начинает уже думать о Боге, не как могущественном, а как в деспоте, понимаете, что появляется? Отчаяние. А почему отчаяние? Почему такие сильные эмоции появляются опять в подавленности? Почему? Кто может сказать? Потому что он чувствует, что на него призыв Бог может мне ответить. И не только могущественном, но он может быть и жестоким. Вот где не хватает понимания Бога в отце. Ведь это первое послание любви. Это послание любви, но он видит в этом деспотизм. Почему подростки бунтуют против родителей? Кто имеет подростка, ребенка? Кто перерывал этот опыт? Почему бунтует? Потому что он видит в отце кого? Он же запрещает ему. Он его ограничивает. Он постигает на его авторитет. Если раньше он думал о папе, что он могучий, и все может. Вот мой папа милиционер, а мой папа космонавт, а мой папа паспорт. Да, я в своем карманном персональном компьютере ношу запись, которую записала моя дочка. Мой папа самый лучший паспорт. С ошибками, правда, но красиво написано. Я догадываюсь, кто это написал. Я не знаю, кто из моих детей, но кто-то написал. Я догадываюсь, кто. Но почему она написала это моя дочка, как я догадываюсь? Почему? Потому что папа не космонавт. Он не может полететь в космос, но он с Богом разговаривает. У него есть власть. И ребенок это знает. И это дает ему покой и уверенность. Я помню, как разговаривал с этой самой дочкой. Я говорю, Настя, а ты знаешь, что я за тебя готов любого порвать? Да, я знаю. Почему она так сказала? Потому что она знает меня, что я имею власть. Я могучий. переборщил. эта же самая дочка впоследствии на мне рвала майку, когда я что-то запрещал. Я, наверное, если бы имела силу, убил меня. Потому что я стал и переграждал ее. Почему такое изменение человека, который любит меня, я люблю ее? Переборщил, да? от власти до деспота очень короткий путь. А почему? Потому что не хватает откровения. Добавим, не хватает отношения. Если бы я больше влаживался еще в свою дочку, то, наверное, она никогда бы не подняла на меня руку. Хотя это было слово относительно подняла руку. Но сопротивления не было бы. не видела во мне врага противостояния. Если бы больше общался. Вы помните проблему Иова, да? Он мало общался со своими детьми. Он только знал, что они собрались, а что там было, не знал. И поэтому он что? Занимал позицию священника в доме и покрывал их своими жертвами. Но с ними не общался. Он не был на этих вечеринках. он не жил их жизнью. Он не понимал их. Вот если бы я больше занимался своим ребенком, то, наверное, было бы совсем по-другому. поэтому видим, что отчаяние Ио отчаяние Ио. Он понимает, что он не может противостоять Богу. Он давит на него со всех сторон. И он отчаянен. И поэтому что остается ему теперь? Что остается? Друзья его не поняли. Бог не на его стороне. Что остается в него? Остается только сам. сам с собой веду беседу. Это немножечко его успокаивает. И поэтому он опять куда обращается? Бог он не отказывается. Да, моя дочка тоже пошла в комнату, закрылась. Я стучал в дверь, я просил, я говорил с нею. Молчок. Прошло время. Я ко мне опять возвратилась и начался разговор, ничего не бывало. Аж мне неудобно было. Все нормально. Поразговаривал с собой успокоился и опять начал возвращаться ко мне. Но мы знаем, что, к сожалению, Иов знает только как Господа, но чувствует, что он очень нужен ему. Господь очень нужен. И поэтому он не отрекается от Бога. Запомните, Иов не отрекается от Бога. Он не отрекается. Хоть не хватает знания о Боге, но он не отказывается. Он все-таки старается хоть у порога быть у этого Бога. Поэтому он не обращается к Богу. У него идет разговор с собой, потом успокаивается и потом идет разговор с Богом. Хорошо, вроде бы стало легче. Но тут приходит третий. Давайте посмотрим на третьего. Итак, Сафар. Что он начинает делать? Опять выбивать силу с колеи. А почему он выбивает с колеи? Ему не нравится отношение Иов к Богу, что он все-таки ищет помощи у Бога. Сафар считает как книжный человек. Да? Он считает что? Что это не по Библии. Правда? Не по Библии. Это не так, как говорится, как понимается. Нет. Нет. И поэтому что? Он ссылается на мудрость Бога. На Писание, грубо выражаясь по-нашему. На мудрость. Вот. Вот. Ты не мудро поступаешь. Бог не такой. Бог мудрый. И поэтому он наказывает ему, хваля, хваля, хваля Бога, показывая Его величие, могущество. И что опять? покайся. Ведь ты не так Бога знаешь. А по сути он сам не знал Бога, правда? А учит других. А что же не знал Сафар о Боге? Что же не знал? Что грамки Его учения это не стандарт Божий. Можешь консерватив, консерватор, да? За консервированные банки держит Бога. Запечатал Его и сказал вот, вот здесь Бог. И Он отсюда не выйдет. И написал Он мудрый. Он мудрый. там нафаршировано, да, это мудрость, разные примеры. Все Он спокойный. Он мудрый. Вот так вот люди ограничивают и делают идолы. Вот они убивают Бога. То есть они Его заставляют перестать двигаться и развиваться. Вот они увидели мудрый и называют мудрый и называют святой. Увидели любовь, значит звать любовь. Все. Другой не может быть. Нет, не может быть. Отсюда разные конфессии. дружины. Пожалуйста, что хотите, то выбирайте. Все вместе, оказывается, что-то будет похожее на приближение откровения. И то очень слабо, потому что в отце мы находим молитву отчинаши, единение с отцом друг с другом. И поэтому призыв покаяться. Ты неправильно понимаешь Бога, кайся. так, что же отмечает теперь Ио на этот прославляющий жест Сафара. Он язвит. Он прекрасно понимает, что Бог не такой. и что Сафар стоит ниже под пониманием, кто такой из Бога. И поэтому он язвит. Он понял, что все они не понимают Бога. И вот здесь можно, конечно, оправдать Ио в том, что все-таки человек больной. Ему постоянно больной мозоль наступает, грубо выражаясь. Поэтому понятна его язвительность. Это выражение его бунта против того, что они могут ему помочь и мешают ему спокойно умереть. Или, по крайней мере, разговаривать с Богом более-менее как-то. Они уже мешают все время. Он только выходит с этой колени, опять давит, опять давит, опять давит, хотят утопить. Он вылазит с этой грязи, он опять давит. Поэтому реакция, конечно, не прощение здесь идет, а отпора. и зрительный отпор. Но он тоже ссылается на прямую тротуару с Богом. Но теперь ссылается с совсем другой стороны, не с той стороны, как Цефа. И видят, что его не воспринимают. Не воспринимают. И тогда что? Он просит выслушать. Но они не слушают. Опять он обращается к Богу. Потому что к кому он может обратиться? И видят, что как бы небеса тоже закрыты. он чувствует это. И что? Падение опять в отчаянии. Итак, первый круг Ио находится в состоянии. Ну, его не полностью еще сбили с ног, но получил он сильнейший удар. Как это называется в боксе? Нокдаун. Нокаут? Нокаут. Нокдаун? Да, но он еще может подняться. Нокдаун, да? Сейчас еще не нокаут. И он... А? В общем, друзья мои, вы поняли. Он еще может подняться. И поэтому дается вторая попытка. Вторая попытка. Давайте мы сейчас дадим Ио немножко отдохнуть. как бы перерыв между этими боями. Да. И мы с вами тоже отдохнем.